МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А тут еще поползли слухи и о развертывании американцами всемирной шпионской паутины. Что это? Звенья одной цепи или реальная угроза еще большего ухудшения отношений? А может это знак перехода к открытому противостоянию Москвы и Вашингтона? И чуть ли не прямая дорога к войне? Итак, вопрос сегодняшней программы. Является ли возросшая шпионская активность Соединенных Штатов предпосылкой к войне? И сможет ли Россия и ее союзники противостоять развертыванию тотальной шпионской паутины? Скажите, пожалуйста, Вероника, можно ли говорить об угрозе национальной безопасности со стороны Америки? Есть ли действительно такая тенденция? И может ли это быть симптомом военных устремлений? Конечно же, это не слухи. Но это также и не прелюдия к войне. Это и есть, собственно, война. Потому что развед деятельностью эта работа ни в коем случае не ограничивается. На ее основе ведутся подрывные действия. Подрывные действия? Конечно же. И сегодня очень часто эта работа ведется под видом сотрудничества. Немецкий военный стратег Клаузовиц, который чрезвычайно уважаем в Соединенных Штатах военных кругах, говорил, что война – это ведение политики другими средствами. Так вот, сегодня сотрудничество – это ведение войны другими средствами. Значит, один из наиболее распространенных сегодня в России и в нашем регионе мифов – это миф о совместной борьбе против общих угроз. Терроризм. Терроризм и наркотики. Да, в первую очередь. Значит, под видом этой борьбы ведется проникновение в силовые органы государств мишеней, ведется коррумпирование чиновников, ведется вербовка кадров. Это чрезвычайно опасный процесс. И вы знаете, если этот процесс будет продолжаться так, как он идет, открытые войны и не нужно. Тут нечего будет брать. И посмотрите, действительно, Гитлер в свое время не мог разрушить Советский Союз танками и самолетами. Советский Союз пал в результате массированной подрывной работы Соединенных Штатов и их союзников и внутреннего разложения. Вот, поэтому сегодня, уж тем более против России, открытые военные действия не актуальны. Сегодня эта борьба ведется, ведется, так сказать, в кавычках, мирными средствами. И стратегия победы без войны, которая применялась, начиная с 70-х годов в отношении Советского Союза, она точно столь же актуальна и сегодня против России и наших... А не являются ли вот нынешние раздраженные реплики в адрес России, на самом деле, блефом американцев, которых вполне устраивает наша ситуация, в том числе тотальная коррупция в стране, потому что купить можно всех и вся. И, наверное, когда сейчас речь идет о вербовке и в контексте патриотизма, да, национального, то здесь вообще нет проблем. Пожалуйста, человеческий фактор решен просто абсолютно. Абсолютно. Коррумпирование, коррумпирование чиновников и коррумпирование других... Дайте, я тебе все расскажу, да, был бы все рассказывать. Да, есть один, это одно из средств подрывной работы. И сегодня, например, вот этот огромный американский проект «Северный транзит», воздушная наземная транспортировка американских военных грузов в Афганистан через Россию, это один из способов подкупа. Значит, архитекторы этого транзита открыто говорят о том, что российские транспортные компании, которые получают более миллиарда долларов в год от этого транзита, становятся зависимы от этого бизнеса. И, понимаете, ну, сегодня... Возьмите любые сферы производства. Транспортные компании, фармакологическая промышленность, мы как раз говорили недавно в этой студии о фармакологии, автомобильная промышленность, высокие технологии. Даже фастфуд мы становимся заложниками американской комиссии. Конечно же, поэтому официальная политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы критиковать Россию за коррумпированность, а на самом деле эта ситуация, это очень благодатная среда для их работы. И они усугубляют. Спасибо большое, Вероника Крошевникова. Я бы хотела добавить немножко, немного фактуры к нашему разговору. Конечно же, вот этот процесс наращивания разведывательных и подрывных возможностей, это не единовременное событие, это действительно процесс. Он разворачивался на протяжении последних десяти лет. Например, в сентябре 2010 года тогда командующий центрального командования генерал Петреус выпустил, издал секретный приказ о заброске сил специального назначения на Ближний Восток и в Среднюю Азию. Значит, и задача этих сил была собирать информацию и устанавливать контакт с местными силами. Вы сами понимаете, что это значит, установление контакта и что следует. Значит, но над этим, эти задачи должны были выполнять не только силы спецназа, но также предприниматели и исследователи, которые работают в этих регионах. Я на днях вернулась из Ирана, и иранские коллеги поделились своим опытом сотрудничества с европейцами. Некоторое время назад они пригласили, но ещё в конце 90-х годов, они пригласили европейцев для того, чтобы организовать совместные усилия по борьбе с наркотиками, поскольку для Ирана это такая огромная проблема. И, казалось бы, действительно, европейцы должны быть в этом заинтересованы, потому что наркотики-то идут именно к ним через Иран. Так вот, значит, иранцы пригласили, показали, рассказали, как работают. И вскоре после этого, значит, если до контакта с этими европейскими людьми им удавалось перехватывать, скажем, тысячу единиц веса наркотиков, после этого оказалось, что они могут перехватывать только 50 в сравнении с тысячой. То есть, на чьей стороне возникает вопрос, на чьей стороне работают европейцы. А ещё для иранцев было важно также получить технологические средства, технические средства борьбы с наркотиками, более совершенные, более современные, чем то, что у них имеется. Так вот, европейцы им выдали 50 бронежилетов. Понятно. Вот такой пример. Спасибо, Вероника Юрьевна. Я хочу ответить грузинскому коллеге. Проблема в том, что сотрудничество с Соединёнными Штатами отнюдь не повышает безопасность государства. Можете спросить это, но теперь уже не спросить, у Саддама Хусейна или у Каддафи. Да. Вот. Американские марионетки очень плохо... Или у Бен Ладо, можно сказать. Да, очень плохо кончают жизнь. И то же самое, на самом деле, произошло и в Грузии с предыдущим президентом Шеварднадзе. Он сотрудничал, как он говорил в интервью, я всё делал, что просили американцы, но он не был достаточно сумасшедшим человеком для того, чтобы развязать войну против России. Саакашвили был, поэтому Саакашвили заместил Шеварднадзе. Спасибо.